В прошлый раз мы остановились где-то посерединке, обсуждая эукариот, который используется как модельные организмы. Ну и обсудили дрожжей C-Elegance и Drosophil. Ну и пора переходить уже к млекопитающим. Соответственно, самый удобный модельный объект млекопитающий – это мышка. Нет нужды говорить, как она выглядит, какие у нее размеры. Все, наверное, мыши видели. Соответственно, размножаются они действительно весьма быстро в лаборатории, что делает их очень удобными. Значит, примерно месяца два занимает у них время от рождения до полового созревания. То есть через два месяца они уже могут плодиться. Беременность у них длится три недели, где-то плюс-минус, там, пара дней, в зависимости от линии. И живут они два-три года. Соответственно, некие формальные характеристики, набор хромосом, 19 хромосом, аутосомы, половые хромосомы, примерно 20 с небольшим тысяч генов. Это уже, как вы поняли, фактически предел у всех высших эукариот. Примерно так. Ну и выглядят гены так же абсолютно, как у человека. Использование генома очень похоже. Вы видите, что практически все гены, за очень редким исключением, содержат энтроны. Причем энтроны большие, а экзоны очень маленькие. При этом, ну, во-первых, очень много некодирующих областей, собственно, вот внутри генов в виде энтронов, а также есть и просто участки генома, достаточно большие, где нет никаких генов, так называемые генные пустыни. Ну и в последнее время тоже находят гены, которые некодируют белки. Это в свое время там наделало много шуму. И эти гены описываются как некодирующие РНК, длинные некодирующие. Мышка очень похожа на человека. Если вы посмотрите на самом деле на геном, то есть возьмете какой-нибудь ген, который вы вдруг захотите изучать, и у человека, скажем, и найдете такой же ген, ну, то есть артолог, у мыши, то, скорее всего, соседи будут такие же. То есть вот, несмотря на то, что внешне мы сильно отличаемся от мышей, геном очень похож. То есть в том числе вот даже просто соседние гены чаще всего одни и те же. Значит, что касается генетических манипуляций, с мышами они возможны. Сейчас уже много разных методов для этого есть. Раньше генетические манипуляции с мышами проводили через стволовые клетки. Соответственно, манипулировали геномом стволовых клеток, а потом подсаживали их в бластоцист мышки. Получались такие вот мозаичные мыши, а уже у них потомство имело конкретные генотипы, которые мы хотим. Сейчас редактирование генома мышей стало еще проще. И можно просто инъецировать все необходимое в оплодотворенные яйцеклетки и сразу, так сказать, без стадии мозаичных мышей получать нужные генотипы. Но про это мы поговорим весьма подробно в лекции по генной инженерии. Сейчас это как бы только некое поверхностное обсуждение. Естественно, человеку хочется лечить заболевания, и на мышах можно создавать модели разных болезней. Как генетически предрасположенных, так и негенетически предрасположенных, ну как бы негенетически обусловленных. Но, конечно, сейчас наиболее, наверное, распространено именно моделирование генетических заболеваний. Потому что, ну естественно, на человеке это делать, использовать человека в качестве модели невозможно, а на мышах можно. И если у вас есть подозрение, что какая-то мутация у человека вызывает болезнь, естественно, это может быть только лишь подозрением, потому что при этом нельзя, в общем-то, доказать причинно-следственную связь. Вы можете только увидеть, что вот если есть мутация, есть болезнь, но у человека может быть множество разных вариаций в геноме. И доказать, что именно данная вариация является причиной болезни, можно только, например, используя мышей, сделав там такую же мутацию и увидев там сходные симптомы. Хотя, конечно, все-таки человек и мышь отличаются, и поэтому не всегда мышь может служить, ну совершенно на 100% адекватной моделью. Сейчас есть еще такой подход, как гуманизованные мыши в основном используются как раз в поиске лекарств. Для того, чтобы создать таких мышей, нужно инактивировать ген мыши, к которому вы хотите искать ингибитор или активатор, к продукту которого вы хотите искать ингибитор или активатор, и заменить его на соответствующий человеческий ген. Тогда будет такая гуманизованная мышь. Не обязательно это делать, чтобы целый ген менять. Можно менять какой-то там домен функциональный, куда вы подозреваете, будет связываться лекарство. Вот так получается более адекватно, потому что могут быть всякие казусы. Вы можете найти лекарство, которое хорошо лечит мышь, но оно будет бесполезно для человека. А таким образом вы неким образом подстраховываетесь. Ну и, наконец, человек, как венец творения, и его, наверное, нельзя использовать в качестве модельного объекта. Соответственно, что-то про геном. 22 пары аутосомы и половые хромосомы. Естественно, множество интронов. Ну, в общем, это вы все знаете. Значит, вопрос в том, что все-таки хочется как-то понять, как работает человек, и не всегда лабораторные животные являются адекватной моделью. Тогда какие есть варианты, чтобы все-таки как-то работать с человеком? Значит, первое, это можно использовать клеточные культуры человека, клетки человека. Значит, здесь есть такой нюанс. Как правило, клеточные культуры — это раковые клетки. Они очень хорошо растут, с ними удобно работать. Они бессмертные, как известно. Но, конечно, это не вполне себе адекватная модель, потому что в раковых клетках все-таки это ненормальные клетки, и многие процессы там ненормальные. Более того, из-за того, что они очень долго, многие из этих линий очень долго поддерживаются в культуре, там накапливаются отличия от нормальных клеток все больше и больше. Часто там происходят всякие дупликации хромосом, у них там плоидность уже изменяется, ну и много просто мутаций накапливается. Можно использовать первичные культуры, но вы всегда должны понимать, что они достаточно ограниченное время делятся из-за предела Хайфлика, ну и являются более капризными. Кроме того, естественно, клетки в культуре вытащены из контекста организма и находятся в некоторых искусственных все-таки условиях, поэтому все регуляторные пути у них работают несколько иначе. И вы даже можете не вполне понимать, что там, собственно, отличается от клеток в контексте организма. Значит, есть некое следующее приближение к исследованию клеток человека. Это так называемый человек на чипе. Суть метода, значит, он даже есть у нас в стране, в лаборатории Таневицкого, например, делают этих людей на чипе. Значит, суть в чем? Значит, есть некая система микрофлюидики, объединенная общей циркуляцией, и некие компартменты, где содержатся клетки разных тканей. Таким образом, клетки могут обмениваться сигналами, фактически как клетки в организме. Естественно, это такая довольно упрощенная модель, но все же она более адекватна, чем просто какие-то раковые клеточные линии в монокультуре. Естественно, можно снимать разные параметры этих клеток, там поглощения кислорода, поглощения глюкозы. Ну, все, что вы придумаете измерить, значит, можно будет измерять. И живут они довольно долго на этом чипе. Ну и, наконец, еще одним подходом, не связанным, собственно, с экспериментом в такой вот системе инвитро, является поиск ассоциаций в геноме. Вы можете задаться вопросом, какие варианты ДНК, какие мутации или полиморфные варианты в геноме обуславливают какой-то фенотип у человека. Это может быть в самом очевидном случае, например, предрасположенность к какому-то заболеванию. Может быть что-нибудь более сложное. Сейчас ищут разные корреляции, например, с адаптацией к высокогорью, например, у каких-нибудь жителей Тибета, или адаптации к холоду у жителей Крайнего Севера. Ну, какие-то такие генетические закономерности, которые обуславливают некий фенотип. Проблема тут такая. Вы, конечно, можете взять, ну, скажем, там, больного человека и здорового, и его определить геном, последовательность генома. Проблема тут такая, что вариативных участков очень много. Ну, порядка нескольких миллионов. В среднем отличается между двумя людьми. Как понять, какие из этих отличий? Ну, взяли больного, взяли здорового и выявили там 2 миллиона отличий. Определенно большая из них часть, подавляющая, совершенно никакого отношения к болезни не имеет. Вот, как тогда быть? Значит, есть в сущности два подхода. Первый – это анализ близких родственников. То есть, если есть несколько, желательно несколько семей, желательно больших, да, где все-таки много народу, и можно понять, значит, где болезнь проявилась. Ну, будем говорить про болезнь, потому что это как бы наиболее такая распространенная постановка задачи. Вот, а где не проявилась? Естественно, близкие родственники более похожи друг на дружку генетически, у них меньше отличий. И если у вас есть там достаточная выборка и лучше несколько семей, тогда вы можете предположить, какая вариация действительно связана с болезнью. А другой подход, наоборот, вы берете очень большую выборку. Это, как правило, многоцентровые такие исследования, которые ведутся одновременно в разных странах, чтобы по возможности исключить какие-то там вариации, связанные с национальностью или там каким-то географическим расположением и искать именно вариации, связанные, например, с заболеванием. Для этого вам нужна очень большая выборка, желательно десятки тысяч человек, и тогда вы можете смотреть корреляции. Тут, естественно, значит, очень важно учитывать поправку на множественное сравнение, потому что каждый из этих людей будет отличаться в среднем от другого на 2 миллиона различий. Среди этих 2 миллиона, если вы анализируете 5 человек в одной группе, 5 в другой, ну, вы совершенно случайно найдете там, ну, не 2 миллиона, значит, а 10 тысяч или там 100 тысяч, да, отличий, которые встречаются в выборке больных и не встречаются в выборке здоровых. Значит, ну, статистика может вам дать некую меру уверенности в том, что вы видите правильную ассоциацию. Ну, и, значит, по сути строится график P-value, то есть вероятности ложного определения, да, ну, грубо говоря, от геномной координаты. И где вы видите пик, значит, там, скорее всего, находится мутация, которая действительно определяет ваш признак. Но, опять же, повторюсь, чтобы быть во всем уверенным, вам, конечно, придется сделать модель, да, например, на мыши, чтобы действительно подтвердить, что это так, ну, что эта мутация действительно значима. Хорошо, значит, на этом мы заканчиваем с моделями и переходим к следующей теме. А именно микроскопии. Ну, соответственно, вы определились, какой организм вы хотите изучать, ну, и дальше как, собственно, вы его будете изучать. Первый вариант, ну, вы, конечно, захотите посмотреть на клетки, и для этого вы будете использовать микроскопию. Значит, естественно, вы знаете, что микроскопия делится на 2 разных типа. Это оптическая микроскопия и электронная микроскопия. Ключевое отличие, это, естественно, в длине волны, да, которая определяет теоретически возможное разрешение, да, в световой микроскопии вы ограничены длиной волны света, и поэтому, как бы вы ни изочрялись, ну, в общем, как-то существенно превысить разрешение, улучшить разрешение, там, выше 100 нанометров, в каком-то идеальном случае, вам вряд ли удастся, а у электронной микроскопии на самом деле теоретически лимит практически близок к атомарному разрешению. Ну, что у светового микроскопа есть? У стандартного, да, некий источник света, который фокусируется конденсором на образце, и от образца он попадает в объектив и затем в окуляр. Значит, самая важная характеристика светового микроскопа это разрешение, которое определяется по такой формуле и зависит от длины волны, мы уже обсудили, что, в общем, разрешение нельзя существенно улучшить, если вы используете определенную длину волны, значит, здесь это длина волны видимого света примерно, ну, грубо говоря, где-то 400-600 нанометров, правильно? Значит, разрешение зависит от угла, на который вы можете придвинуть объектив к образцу, вот этого угла, и коэффициента преломления еще. Поэтому вы можете использовать, чтобы слегка улучшить разрешение, можете использовать там, например, иммерсионные объективы, которые вы, значит, между которыми, между объективами и образцом вы можете помещать воду или масло. Собственно, что такое разрешение? С этого надо было бы начать, это, естественно, способность, это минимальное расстояние, на котором вы можете различать два объекта, чтобы они не сливались в один. Собственно, оно не особо имеет отношение к увеличению, потому что вы можете компьютерно как угодно увеличить картинку, но лучше от этого вам не станет, если вы не сможете различать объекты на каком-то минимальном расстоянии. Если мы говорим про микроскопию каких-то живых образцов, биологических образцов, то основная проблема заключается в том, что если вы смотрите на клетки, то они, как правило, прозрачные. И вы видите что-то такое прозрачное, ну, точнее, ничего практически не видите, потому что, собственно, поглощение не происходит. Ну, и амплитуда света не особенно меняется. Значит, есть несколько разных ухищрений, как вы можете все-таки увидеть биологические объекты. Ну, вот есть такая темнопольная микроскопия, где свет падает со стороны. Честно говоря, мне ни разу не приходилось с этим сталкиваться. Но вот, например, вот как бы стандартное, используемое в клеточной биологии ухищрение — это фазовый контраст. Значит, что это такое? Ну, технически это очень просто. Технически у вас просто микроскоп, где есть фазовая пластинка, значит, да, фазовая пластинка в осветителе, да, то есть на самом деле в конденсоре, да, где свет проходит только в виде вот такого кольца, ну, в виде конуса, скажем так. И на объективе, соответственно, есть колечко, которое этот свет поглощает. И ухищрение заключается в том, что на самом деле, значит, если фаза света не меняется, то это поглощение происходит. Значит, но поскольку биологически, значит, внутри прозрачного биологического объекта разный коэффициент преломления, да, и свет там идет с немного разной скоростью, меняется фаза света. И таким образом, значит, если в разных частях объекта, да, фаза меняется по-разному, ну, потому что там разный коэффициент преломления, значит, этого гашения не происходит, и оно происходит по-разному. И вы в сущности визуализуете изменение фазы, а не амплитуду, ну, преобразуете изменение фазы, в изменение амплитуды, то есть в интенсивность света. И это позволяет получать, значит, красивые картинки, ну, где вы видите там клеточки. В принципе, если вы работаете в клеточном блоке, во всех стандартных микроскопах этот фазовый контраст уже, значит, есть. Потому что без него действительно вы можете посмотреть, видно действительно плохо. Значит, еще одно ухищрение, это окрашивание, да, вы можете просто использовать какие-нибудь красители. Есть какие-то стандартные методы окрашивания, ну, вот мы уже обсуждали окрашивание по грамму, да, которое позволяет отличать грамм положительные и отрицательные бактерии, есть разные окрашивания гистологических срезов, ну, например, там, по гимзе. Или, например, вы можете окрашивать с помощью специфических антител, конъюгированных с ферментом, который будет какую-то цветную реакцию катализировать в вашем образце. Да, ну, естественно, если мы говорим про то, что вы хотите смотреть срезы тканей, то их надо будет сделать, эти срезы, с помощью микротома или криотома. Разница такая, что для криотома образец замораживается, и в замороженном виде, значит, делаются срезы, для микротома образцы заливаются в парафин, соответственно, получаются такие блоки парафиновые, внутри которых ткань, и уже, значит, этот парафин вместе с тканью нарезается на тоненькие такие слои, которые вы потом убираете парафин, и можете смотреть в микроскоп. Так, а куда он, куда-то у меня тут исчез. Да, куда-то у меня тут исчез еще дифференциально-интерференционный контраст. Наверное, не ту презентацию взял. Ну, хорошо, значит, помимо фазового контраста, про который я рассказал, есть еще один метод визуализации вот таких полупрозрачных объектов. Это дифференциально-интерференционный контраст, значит, там немножко более изощренная техника. Свет проходит через поляризатор, соответственно, оказывается плоскополяризованным. После этого этот плоскополяризованный свет разбивается на два луча, которые проходят через образец с небольшим сдвигом. и затем вновь собираются вместе с помощью специальной призмы и вновь проходят через поляризатор. То есть на самом деле в микроскопе, это уже не во всяком микроскопе есть, у вас должно быть два поляризатора на входящий свет и на проходящий, а уже после того, как в свет прошел образец, и две специальные призмы. И тогда, опять же, трюк в том, что эти два луча света поляризованного должны гасить друг друга. И этого не происходит только за счет оптических свойств образца, потому что все биологические образцы оптически активны, там масса оптически активных соединений, и за счет этого происходит, опять же, изменение фазы света, и мы видим биологический образец. Следующий трюк, который очень широко сейчас используется и является, наверное, основным вообще в микроскопии видимого света, это использование флюоресценции. Как устроен флюоресцентный микроскоп? Значит, есть некий источник света, при этом хорошо бы, чтобы он давал свет одной длинной волны. Можно использовать просто ртутную лампу и как-то вырезать свет нужной длинной волны. Можно использовать лазер для конфокальной микроскопии. Используется. Значит, свет с определенной длиной волны падает на образец. Причем в данном случае есть важное отличие от микроскопии, про которую мы рассказывали до этого. До этого мы говорили, что свет проходит через образец насквозь. В данном случае свет падает с той же стороны, что и расположен объектив. На самом деле через объектив. Вам не нужно освещать с другой стороны. Ну и что? Получается как-то странно, правда? Вот у вас какой-то образец, вот на него падает свет, он по идее должен проходить, и здесь же вы должны увидеть, здесь у вас объектив, вы должны увидеть какой-то свет. Как же так? Значит, ну на самом деле идея, разумеется, заключается в том, что у вас в образце находятся флюорофоры, и вы, собственно, облучаемым светом возбуждаете флюорофоры, и видите только тот свет, который эти флюорофоры испустили. Они его испускают во все стороны, естественно, в том числе и в сторону объектива. Почему это хорошо? Потому что если флюорофоров нет, вы вот этот проходящий свет не видите, правильно? Он в объектив у вас не попал. То есть вы видите темноту, и на фоне абсолютной темноты видите только, значит, флюоресценцию флюорофоров, которые вы используете. Ну вот, через тот же объектив, значит, этот свет от флюорофоров идет либо на окуляры, и вы можете глазами посмотреть, либо на камеру. Опять же, камеры бывают разные. И фиксируете эту флюоресценцию. Это называется широкопольная флюоресцентная микроскопия. Есть вариант флюоресцентной микроскопии, позволяющий получить более четкое изображение, которое называется конфокальная микроскопия. Значит, в конфокальной микроскопии... А, да, значит, во-первых, почему есть проблема? Проблема тут заключается в том, что если у образца есть какая-то толщина, и свет фокусируется на каком-то одном оптическом срезе, то флюорофоры, которые расположены выше и ниже среза и находятся вне фокуса, они тоже находятся в пучке света и тоже флюоресцируют. У вас, получается, не в фокусе, а тоже источники света, которые вы видите, как такие туманные какие-то пятна. Ну и это вам картинку портит. Вот. Вам хочется в образце увидеть очень тоненький срез, оптический срез. Ну и для этого есть вот это ухищрение, конфокальная микроскопия. Значит, суть в том, что вы используете, во-первых, луч лазера в качестве источника света, то есть очень интенсивный свет. А во-вторых, у вас и, значит, падающий свет проходит через очень тонкое отверстие. И свет, который идет от образца, тоже фокусируется у вас в точку. Получается так, что только свет, который исходит из конкретной, значит, нужной вам плоскости, полностью проходит через эту точку. То есть он не поглощается фактически. А свет из других плоскостей фокусируется либо до, либо после этой дыры. Ну и, соответственно, большая его часть через эту дырочку не проходит. Ну и получается, что картинка более четкая, но есть тоже свои нюансы. Приходится сканировать изображение поточечно. И, значит, каждая точка объекта получает довольно большую дозу облучения. Поэтому практически всегда флюорофоры у вас выгорают. в ходе, значит, конфокальной микроскопии. Ну, это вы должны просто учитывать. Хорошо. Значит, да, кстати, вернусь назад. Значит, выгорание флюорофоров в принципе может вам не только вредить, но и помогать, если, например, вы используете метод ФРАП. То есть, флюоресенс рекавери, автофотобличинг. Если, например, у вас есть живая клетка, какая-то, да, в ней флюоресцентно меченый белок, который вы изучаете, и вы видите, ну, какое-то его там распределение. Вот где-то он там находится. Бог весть, где. Где вы его видите. Вот. Вам может быть интересно узнать, сидит он там прочно, или постоянно движется, часто обмениваясь, значит, соседними локациями. И вот это вот локализация просто следствие такого динамического равновесия. Вот. Как вам быть? Вы, ну, таких точек, например, там много, да? Допустим. Вы концентрируете луч на каком-то участке и выжигаете там флюорофоры. Вот. Это метод ФРАМ. Получается темное пятно. А дальше вы просто смотрите, насколько быстро это темное пятно заполнится флюорофорами из соседних областей. Если оно не заполняется, значит, ну, например, белки, если вы изучаете локализацию белков, сидят очень прочно и фактически не двигаются, да? И наоборот, если локализация является следствием такого быстрого обмена динамического, тогда выжженное, значит, лазером пятно у вас быстро заполнится. Ну и вы можете, естественно, посчитать это количественно, там, как время такого полу- полу- заполнения выжженного участка. Она же получается критика, она должна находиться на месте, куда от нас не плыть и время не обнимится от нашего капитального. Да, конечно. Что мы анализуем? То есть, на поле ледень клетки в культуре могут у вас просто сидеть, они не так быстро ползают по сравнению, как это сказать, время движения клеток мало по сравнению со временем диффузии белков внутри клеток. Но это, опять же, зависит от того, какая клетка. Если у вас клетка бактерий, которая там носится по всему полю, тогда, наверное, вы ее не сможете таким образом изучить. А если это какая-нибудь прикрепленная клетка, то млекопитающих вполне нормально. Хорошо. Ну, теперь, собственно, мы должны перейти к тому, как же эти флюорофоры туда вносить. Потому что природно клетки очень мало флюоресцируют, естественно. Может, это и слава богу, потому что благодаря этому мы как раз можем специфически что-то метить внутри клеток. Вот, значит, ой, господи, опять черный квадрат, я уже каких-то избавился, но прошу прощения. Первая возможность что-то пометить в клетке это использовать просто низкомолекулярные флюорофоры. Это, понятно, очень просто, но не очень специфично. Значит, таким образом метится ДНК. Это прям такой стандарт. Есть интерколирующие красители. самые распространенные это ДАПи. И эти низкомолекулярные флюорофоры начинают, во-первых, взаимодействуют с ДНК, во-вторых, начинают интенсивно флюоресцировать. И таким образом вы можете пометить ДНК. Это очень удобно, и более того, это как бы является стандартом, вы всегда это делаете, практически всегда, значит, когда вам все-таки надо ориентироваться в клетке. Вы видите ядро. Так, тут не видно ничего. Давайте я вам что-нибудь покажу, где видно. Так, посмотрим наши срезы. Там ну да, там точно есть. ничего не видно. Повторяется. Отлично. Ну вот, слава богу, значит, все-таки я должен вам показать. Это срез семенника, и, соответственно, вот эти вот кругляшки, это ядра. Ну, поскольку здесь происходит сперматогенез, то еще и морфология, естественно, ядер меняется. Вот у сперматита, они уже такие вот гораздо более компактизованные, совсем другой формы. Ну, естественно, в любой клеточной культуре вы можете метить ДНК таким вот образом. Так, хорошо. Значит, есть еще всякие другие низкомолекулярные флюорофоры, ну, например, там сенсоры кальция, да, хилаторы, которые меняют свою флюоресценцию, если они связывают кальций. Если вы изучаете изменение концентрации кальция внутри клетки, то, пожалуйста, можете использовать такие вилки. Можете использовать там низкомолекулярные соединения, которые там меняют флюоресценцию под действием PH. Может быть, еще, наверное, широко используются флюорофоры, которые направляются в митохондрию. Да, под действием трансмембранного потенциала во внутренней мембране митохондрии. метатрекеры разного цвета, где вы можете тоже низкомолекулярным веществом пометить митохондрия. Но, естественно, этот метод не является общим. Если вы хотите пометить какой-то белок, то вы вряд ли к нему подберете какое-то специфически связывающееся низкомолекулярное флюоресцирующее соединение. Чтобы пометить белок, соответственно, у вас есть два варианта по большому счету. Первый вариант, и вам нужно четко представлять себе, в каких случаях вы эти два варианта можете использовать. Первый вариант это вы можете использовать антитела. Что специфически связывается с конкретным белком, это антитела к этому белку. Для того, чтобы воспользоваться этим методом, который называется иммуноцитохимия или иммуногистохимия, если вы срезы красите, вы должны как минимум иметь антитела. Если белок не является таким уж очень распространенным и сильно изученным, то вам, наверное, придется самим получать эти антитела. Для этого вам нужен рекомбинатный белок, которым вы будете иммунизовать какое-то несчастное животное, из которого антитела будете выделять. Как альтернативный вариант, вы можете синтезировать сами, но скорее заказать на фирме какой-то пептид из белка, который вы хотите отследить. Этими пептидами конъюгировать какой-нибудь чужеродный белок, ну там альбумин или что угодно, значит, какой-то белок чужеродный для данного организма и таким конъюгатом иммунизовать какую-то зверушку. Ну, как правило, кролика, мышку, реже каких-нибудь более крупных животных, барашков, козочек или чего-нибудь в этом роде. Есть даже на самом деле специалисты по иммунизации верблюдов. Где-то в Москве есть верблюды, которых используют для получения антител. На самом деле это неспроста, потому что у верблюдов и лам другое строение антител, что достаточно забавно. У нас с вами, ну и у большинства других животных антитела из двух цепей, тяжелой и легкой. Соответственно, а вот у верблюдов и лам одноцепочные антитела, они более просто устроены и из-за этого легче получать потом рекомбинантные антитела, потому что вам нужно амплифицировать фактически вот один ген и можете потом продуцировать рекомбинантные антитела. Ну хорошо, это значит лирическое отступление, но тем не менее вы должны держать его в голове, чтобы ему цитохимию делать. Вам нужны антитела против вашего целевого белка. Второе соображение это то, что антителами вы можете красить либо белки, которые расположены на поверхности клеток, и тогда у вас клетки могут быть живыми. Либо если белок ваш целевой находится все-таки внутри, тогда вам клетку обязательно нужно сначала убить, зафиксировать, фиксируете вы, как правило, каким-нибудь сшивающим реагентом, опять же, в подавляющем большинстве случаев формальдегидом, и пермиабилизовать, то есть частично разрушить мембрану, чтобы антитела могли проникнуть внутрь. В принципе, опять же, по опыту зачетов по курсу не всегда все держат это в голове. Ну что, антитела, в принципе, вы можете им покрасить клетки, только убив и нарушив мембрану. Если речь идет, естественно, о внутриклеточных белках. Вот такая особенность. Ну и пожалуй, еще одна особенность, которую вы должны иметь в голове, это то, что на картинке все получается чудесно и хорошо. антитело обладает специфичностью к тому белку, которым вы иммунизовали несчастное животное, но на практике все может быть совершенно не так. На практике, особенно если белок, который вы изучаете, очень низкоконцентрированный, скажем так, в клетке, его просто физически очень мало, то велика вероятность, что антитело просто у вас узнает что-то похожее на этот белок, и вы увидите, в общем, не свой белок, а что-то другое. Плюс ваш белок может быть закрыт взаимодействием с другими белками или нуклеиновыми кислотами, упакован в какие-то структуры, которые будут препятствовать доступу антител. Опять же, есть разные ухищрения, которые могут позволить повысить доступность вашего белка для антител, такие жесткие даже, как нагревание почти до кипения, но тоже не факт, что это поможет. Вы это все должны иметь в голове, ну вот скажите мне, а вот допустим, вы получили антитела на какой-то белок, покрасили клетки, у вас что-то покрасилось. Можете вы быть уверенным, в смысле, что вам нужно сделать, чтобы быть на 100% уверенным, что то, что вы видите, этот сигнал флуоресцентный, он реально связан с вашим конкретным белком. Что в контроль взять? Кто? То есть нокаут на дизайн или часть, то в основном часть это нокаут не какой-то контроль, но самое лучшее это нокаут, да, совершенно правильно. Чтобы быть совсем уж прям уверенным, что то, что вы видите, это то, что вы ожидаете увидеть, вы можете сделать клеточную линию, например, нокаутную по данному белку и увидеть, что окрашивание исчезло. Ну, тогда вы можете в общем достаточно уверенно думать, что то, что вы видите, это ваш целевой белок. А работает просто, например, небольшая тирекция или нужен полный ген белок? Это хороший вопрос. Ну, понятно, что если вы в вашем нокауте вы оставляете большую часть белка, то есть он просто функционально неактивен, а физически он присутствует, то все зависит от того, что антитела узнают. Ну, какой питоп в белке. Чем меньше вы оставите, тем меньше вероятность, что с ним будут взаимодействовать. Вот. Ну, и еще одно ухищрение, тоже, которое все постоянно применяют, это вы не, собственно, флюорофор не вешаете на ваше антитело к конкретному белку, а используете систему из первичных и вторичных антител. Это просто очень удобно, потому что, значит, смотрите, ну, первичные антитела вы просто получаете из сыворотки несчастных зверушек, которые вы иммунизовали, и ничего с ними дальше не делаете. Ну, можете выделить просто фракцию антител, например. И в то же время вы можете просто купить в компании вторичное антитело, которое для вас заботливо модифицирует флюорофорами, и это антитело будет узнавать все антитела, которые сделаны данным видом зверей. например, мышью, или кроликом, или козой, или кем-нибудь еще. Почему это удобно? Удобно это потому, естественно, что одно вторичное антитело, флюоресцентно-меченое, вы можете использовать с огромным множеством первичных антител, вам не надо каждое первичное модифицировать, но это в то же время накладывает некоторые ограничения, потому что вы не можете одновременно один и тот же препарат окрашивать двумя разными первичными антителами, которые были сделаны одним и тем же видом животных. Правильно? Ну, то есть, два кроличьих антитела на разные белки к одному образцу, если вы прибавите, вы не разберетесь, какое антитело что красит, но зато в принципе вы можете использовать антитела одновременно, которые продуцированы разными видами, там, мышиные и кроличьи вместе, как хотите. Вот. Учитывая то, что у вас не так много разных каналов флюоресценции на микроскопе, то, конечно, бесконечное количество антител вам, в сущности, и не грозит использовать. Ну, там, обычно используется два, три, я вот даже что-то не припомню, чтобы нужно было использовать. Хорошо, будьте здоровы. Ну, и получаются какие-то вот красивые картинки, показывающие внутриклеточную локализацию. Как здесь, например, окрашение цитоскелета. Хорошо, значит, другой метод, неким образом комплементарной методу иммуногистохимии, это использование флюоресцентных белков. Он, несмотря на то, что, как бы, детекция такая же, с помощью флюоресцентного микроскопа, постановка эксперимента совсем другая. Ну, как бы, все предварительные этапы. Вам не нужен рекомбинантный белок и не нужно делать антитела, но зато вам нужно потрудиться, чтобы сделать генетическую конструкцию. Значит, есть гены флюоресцентных белков. Вы можете такой ген присоединить к гену исследуемого вами белка, гену кодирующему исследуемый вами белок. И, естественно, чтобы сохранить рамку считывания, не забывайте об этом, и у вас получится такой гибридный белок, часть из которого это белок, который вы исследуете, ну, а дальше с n или c конца флюоресцентный белок. И этот флюоресцентный белок вы можете увидеть в клетке. В данном случае этот метод хорош тем, что вы можете его использовать для живых клеток. То есть не надо клетку фиксировать и убивать, клетка живая, поэтому вы можете смотреть динамику, как этот белок распределяется. вот скажите, фрап с каким методом вместе можно использовать? С антителами или с флюоресцентными белками? Ну, конечно, только. Вот, например, фрап вы не сможете использовать с антителами просто в силу того, что вы клетку уже фиксировали, там, убили, пермиабилизовали, и там явно ничего никуда двигаться не может. А с флюоресцентными белками, разумеется, можете. Но вам, конечно, придется сделать генетическую конструкцию и как-то внедрить ее в клетки, что является неким недостатком. Ну, это трудоемкий процесс. Я уже говорил, что, опять же, на картинке славно очень антитела красят только то, что вам нужно. Также есть и свои нюансы у использования флюоресцентных белков. Ну, придумайте, какие могут быть артефакты при использовании вот таких вот гибридов с флюоресцентными белками. Где опасность может быть? да, значит, хорошо. Первая проблема это то, что, ну, например, флюоресцентный белок может влиять на локализацию того белка, который вы изучаете. Теоретически такое возможно. сворачивание, может, теоретически тоже. Я бы добавил сюда еще такую проблему, как, например, да, количество тоже может быть. Если вы используете суперэкспрессию белка, то, с одной стороны, это хорошо, потому что вы, у вас больше сигнал, вот, с другой стороны, тут есть некоторая опасность, потому что, ну, вдруг, вот, природная локализация белка, который вы изучаете, она неким образом ограничена. Ну, то есть, вот, может связаться там, вот, в вашей структуре, да, не бесконечно много гибридного белка. Поэтому, какая-то часть свяжется там, где нужно, а другая будет ходить, бродить, значит, по клетке, где ему вздумается. Ну, и к этому я бы еще прибавил проблему, например, протеолиза. Если у вас в клетке вдруг флуоресцентный белок отщепляется от целевого белка, вы увидите в сущности локализацию не целевого белка, а вот того отрезанного флуоресцентного кусочка. Ну, а как проверить, что он не расщепляется? Контроль, да, во-первых, просто флуоресцентный белок, да, без вашего целевого белка. Ну, а еще какой вариант? Ну, да, тоже хорошо, хороший вариант. То есть, если вы используете оба метода, как бы, независимо, иммуногистохимию и флуоресцентный белок, и они вам дают одно и то же, то вы более-менее уверены в том, что все правда. Да, ну, значит, то, что у вас, ваш белок гибридный не подвергается протеолизу, вы можете также посмотреть с помощью иммуноблотинга, например, вот, что у вас белок нужного размера и не расщепленный. Хорошо, значит, ну, я уже много рассказал про флуоресцентные белки, но не рассказал еще, как они выглядят. Соответственно, естественно, первый флуоресцентный белок, который нашли, это был зеленый флуоресцентный белок, GFP, это белок медузы, и за его открытие дали Нобелевскую премию. Соответственно, выглядит он структурно, вот, как такая, такой бета-бочонок. И почему он флуоресцирует? Потому что, на самом деле, он ничего не связывает извне. Флюорофор формируется из нормальных аминокислот, которые входят в состав белка, с помощью реакции. То есть, на самом деле, просто белок сворачивается так, что его собственные аминокислоты, вот, в неком активном центре, реагируют с образованием флюорофора. Значит, единственное, пожалуй, что для этого внешне нужно, это окисление кислорода. А так, в общем, флюорофор формируется за счет, за счет, собственно, протеиногенных аминокислот, которые в этом GFP присутствуют. После того, как нашли зеленый флюоресцентный белок, начали искать эти белки везде и наоткрывали их очень много. На самом деле в этом, кстати, довольно большую роль сыграли и российские ученые. Вот группа Лукьянова знаменита своими работами в этой области. Они нашли красный флюоресцентный белок. Ну, естественно, много лабораторий достаточно занимаются и поиском природных флюоресцентных белков, и усовершенствованием и видоизменением с помощью генетических манипуляций уже известных флюоресцентных белков. Значит, если коротко, то, как правило, флюоресцентные белки зеленые или синие, ну так, грубо говоря, формируются с помощью одной реакции, то есть одной стадии окисления. Для формирования более красных, ну, то есть более длинноволновых флюоресцентных белков, как правило, нужны две стадии окисления. То есть оно происходит через некое промежуточное через промежуточный такой флюорофор, который затем созревает. Ну, а, ну, вот так вот, да? получается. Эти разные флюоресцентные белки, их создают как с помощью рационального дизайна, так и с помощью методов эволюции в пробирке. То есть вносят случайно, иногда комбинируя эти подходы, например, вносят случайные мутации, но не весь ген белка, а только, значит, в аминокислоты активного центра. И потом отбирают белки с измененными свойствами. А измененные свойства в сущности какие? это сколько у нас времечек-то? Пока есть. Да, значит, это, во-первых, длина волны, то есть мы создавали флюоресцентных белков со всеми возможными длинами волн флюоресценции. зачем это нужно? Естественно, чтобы использовать мультиплексную окраску. Если вы введете несколько генов, кодирующих гибриды с флюоресцентными белками, вы можете одновременно наблюдать локализацию многих белков. Это интересно, потому что вам иногда захочется посмотреть колокализацию. находятся белки в одном месте или в разных. Потому что довольно часто вы вводите флюоресцентный белок и видите, что он находится в виде каких-то пятнышек в цитоплазме, например. Такая самая распространенная вещь. Какая-то крапка в цитоплазме. А что это? Следующий вопрос. Как это понять? Тогда вам нужно пару флюоресцентных белков, например. один белок с какой-то конкретной локализацией, которая вам известна, а другой тот, который вы изучаете. И вы смотрите, совпадает локализация или нет. Значит, сейчас есть уже готовые конструкции, кодирующие гибриды флюоресцентных белков со всеми возможными местами локализации, которые только в клетках есть. здесь какие-то примеры коммерческих таких гибридов, да, ну, вот, митохондрии, там, или аппарат Гольджи, или там, что хотите, да, цитоскелет. Вы можете их купить на какой-нибудь компании, у какой-нибудь компании, да, можете, значит, есть, наверняка вы знаете, ну, поскольку у нас такой очень прикладной курс, то вы наверняка знаете Адген, да, есть такой коллекция плазмид, которые распространяются там за довольно дешево, фактически, за пересылку, вот, и в Адгене есть очень обширная коллекция плазмид, кодирующих белки с самой разной внутриклеточной локализации вы можете просто, если вы подозреваете, что изучаемый вами белок находится в каком-то конкретном компартменте, можете заказать в Адгене нужную конструкцию и сравнить. Хорошо, значит, первое направление отбора этих флуоресцентных белков это разные длины волн. Ну, кроме того, естественно, это как бы улучшенные характеристики флуоресценции, то есть квантовый выход, яркость, стабильность, все, что хотите. Но также есть и создаются флуоресцентные белки с разными необычными свойствами. Зачем можно еще использовать флуоресцентные белки, кроме как для того, чтобы смотреть локализацию внутри клетки. Оказывается, что есть и другие применения, и их все больше и больше. Во-первых, они могут быть использованы в качестве сенсоров на что-то. Можно, во-первых, более-менее все флуоресцентные белки имеют pH-зависимость. То есть, на самом деле, от pH скорее стараются избавиться от pH-зависимости. Но, тем не менее, можно, значит, неким образом проводить дизайн белков флуоресцентных, чтобы мерить pH в разных компартментах клеток. И в разные времена, в разные условия, как хотите. Есть флуоресцентные белки, которые чувствительны к активным формам кислорода или, например, к такой форме, как перекись. Тоже в несколько групп разрабатывают такие вот сенсоры перекиси. Это важно, потому что перекись действительно генерируется в клетках. И это физиологически значимая вещь. Можно на самом деле делать сенсоры на какие-то регуляторные события. Ну, например, можно делать сенсоры на активность каких-нибудь протеаз, где флуоресцентная будет зависеть от расщепления какой-то специфичной протеазы. Вы можете внедрять в флуоресцентный белок сайт узнавания протеазы. например, это может быть важно для измерения активности КАСПАС, протеаз, который активируется при апоптозе. Вы можете смотреть развитие апоптоза в реальном времени, используя такие флуоресцентные сенсоры. вы можете использовать флуоресцентные сенсоры конформационных изменений в белках. Дело все в том, что свойства флуоресцентных белков зависит от окружения флюорофора в молекуле белка. Это окружение может меняться в результате изменения конформации. Некоторые изменения менее значимые, некоторые более значимые. трюк заключается в том, чтобы, естественно, придумать такой гибридный флуоресцентный белок, который бы очень зависел от конформационных изменений. И действительно, пользуясь тем, что это такие бета-бочонки, в разные петли вносят целые белковые домены белков, которые вы конформацию, которых вы хотите, определять, ну, как бы не то, что определять, а наблюдать в режиме реального времени в живых клетках и за этим смотреть. Ну, какой пример? Вот у нас в нашей практике тоже использовался сенсор на надаж. Вы можете взять транскрипционный фактор бактериальный, который связывает надаж в бактериях, но использовать этот белок не как транскрипционный фактор, а в силу того, что он меняет свою конформацию при связке леганда, сделать гибрид с флуоресцентным белком и измерять внутриклеточную концентрацию надаж. Это довольно информативно, вы можете в режиме реального времени смотреть, как меняется восстановительный потенциал в клетке. При этом вы можете просто клетке давать какие-то субстраты, что хотите, глюкозу, перуват, лактат, и видеть в разные стороны изменения восстановительного потенциала. вы можете фактически любые белок-белковые взаимодействия таким образом значит те, которые приводят к изменению конформации, а таких много, вы можете их наблюдать с помощью таких флуоресцентных белков-сенсоров. Сейчас также есть белки флуоресцентные, которые вы можете собрать из двух половинок, скорее из двух частей. Например, вы можете сделать так, чтобы большая часть флуоресцентного белка представляла из себя вот этот самый бета-бочонок без одного лепестка. На другой какой-то изучаемый вами белок внести довесок, который в сущности представляет из себя один из таких бета-листов. Это небольшой довесок. И в результате вы можете получить такую систему, она сейчас тоже довольно активно используется, когда вы можете для белка, который вы изучаете, во-первых, смотреть локализацию за счет реконструкции. Во-первых, можете смотреть экспрессию, потому что белок засветится только если вы дадите ему этот дополнительный лепесток, слитый в виде гибрида с изучаемым вами белком. Вот. Боремся со сленгом. Во-вторых, вы увидите его локализацию, в-третьих, вы можете использовать эту систему для афинного выделения целевого белка из клеток. Если на смоле, у вас опять этот самый бочонок без одного лепестка. Такая система. Значит, есть, да, есть, значит, белки-киллеры, которые продуцируют активные формы кислорода и убивают клетку при облучении. Например, вы можете в какой-то момент времени осветить клетку и она при этом умрет. для чего-то вам это может быть нужно. Ну, не просто как записному злодею, которому нравится убивать клетки, но для каких-то научных целей. Вот. И еще одна интересная штука это белки-таймеры. Вот, в частности, тоже мы в своей работе использовали таймер, который Федор Субыч придумал, значит, и создал. Значит, что это такое? Значит, белки-таймеры основаны на том, что для красных флуоресцентных белков созревание происходит в два этапа. Сначала получается синий флюорофор, а потом красный. если специально не изощряться, то оба этих процесса идут быстро. Но можно специально отобрать, сделать такой белок, где быстро образуется синяя форма, а потом медленно, ну, с каким-то периодом полупревращения образуется красная форма. если вы этот белок прицепите к какому-то белку, который вы изучаете, то вы сможете отличить, сможете понять, как давно был синтезирован данный белок. Ну, казалось бы, опять же, зачем вам это нужно? Ну, первое применение, например, такое. Если вы изучаете транспорт белков внутри клетки, вы делаете гибрид с таким флуоресцентным таймером и видите там по системе визикулярного транспорта, как долго проводит целевой белок, как много времени он проводит в каждом, значит, из компартментов этого визикулярного транспорта. мы лично использовали этот белок-таймер для того, чтобы смотреть просто экспрессию генов в стационарной фазе бактерии, потому что в стационарной фазе белки практически не делаются, и белок-таймер созревает почти полностью, и таким образом вы можете отличить белок, который был сделан давно, в прошлой логарифмической фазе, и белок, который делается буквально сейчас. Это забавно, вы можете так этот белок-таймер использовать, например, когда вы изучаете спящие клетки, про которые мы говорили, в бактериях. То есть вы можете отличить, какая клетка филотика, гонят и белки не делает, даже если ей дали подходящие субстраты, спит, у нее весь белок флуоресцентный сделан в прошлой логарифмической фазе. И можете увидеть популяцию клеток, которые активно делают новый белок, они будут светиться синим, иметь синюю флуоресценцию. Более того, вы можете даже, как у нас на картинке получилось забавно, вы можете видеть, что это загадочное на самом деле явление, мы его сами еще пока не поняли, и наверное уже и не поймем. Это бактериальная клетка под флуоресцентным микроскопом, которая как раз продуцирует этот флуоресцентный белок-таймер в стационарной фазе. И видно, что на самом деле большая часть клетки забита белком, который давно сделан, а в двух локусах он делается заново. То есть это не такой диффузный процесс по всей клетке, а какой-то локализованный. В каких-то участках происходит активный биосинтез белка, а в других значит ничего не происходит. Так что в принципе очень много разных применений. следующая затея. Ну хорошо, можно изучать белки, можно изучать также РНК. Вам может показаться интересным смотреть, где находится какая-то конкретная РНК. Опять же есть у вас для этого два инструмента. Идеологически довольно похожие на то, что с белками. Значит первый инструмент связан с наблюдением за живыми клетками. Ну или вообще за живыми объектами, скажем так. И для этого можно тоже использовать флюоресцентные белки. Но вы же хотите посмотреть РНК, при чем тут белки? Ну тогда вам придется сделать некий сэндвич. В ген РНК, который вы хотите изучать, вы должны будете ввести специфический участок связывания какого-то РНК-связывающего белка. Желательно такого РНК-связывающего белка, которого природно в этой клетке нет. Чаще всего для этого используются белокоболочки бактериофагов, белокоболочки связываются с геномной РНК. Это фаги, у которых геном это РНК и соответственно РНК упаковывается в фаговые частицы и фаговая РНК узнается с помощью вот такого РНК-белкового узнавания. Их там несколько есть, белков оболочки, которые узнают РНК. и вы соответственно в целевой ген РНК вносите участок узнавания этого белка оболочки. Плюс к этому в те же клетки вы должны внести ген такого гибрида, где белок оболочки и флуоресцентный белок. Тогда у вас получается некий сэндвич. На РНК участок связывания белка оболочки, а с этим участком связан белок оболочки и флуоресцентный белок. Но вы тут естественно понимаете, что есть опять же некие нюансы. В первую очередь они связаны с тем, что представим себе, что у вас нет никакой РНК, все равно гибрид будет в клетке где-то светиться. Поэтому как вы отличите, связан белок с РНК или не связан. Вот та локализация, которую вы видите, зависит она от РНК или нет. Но значит, чтобы эту проблему преодолеть, есть такой стандартный метод. Вводится не один участок связывания, а там 25. И тогда 25 флуоресцентных белков, собранных на одной молекуле РНК, дают довольно яркую точку индивидуально, которую вы наблюдаете. ну этим методом довольно активно пользуются. По-моему, даже у нас есть конструкции, в смысле точные, где есть эти 25 участков связывания белка оболочки подряд. Да, ну вы можете смотреть локализацию в эмбрионе дрозофилы, я вам говорил, что там формирование разного, дифференцировка клеток происходит под воздействием градиентов разных морфогенов, ну и, соответственно, помимо градиентов концентрации белков могут формироваться и градиенты РНК, например, вот МРНК бикоид с одной стороны только этого зародыша. Вот, ну вы, естественно, можете смотреть и внутри нормальных, ну в смысле не нормальных, а обычных клеток млекопитающих тоже локализацию, динамическую локализацию каких-то РНК. Ну вот недавно, кстати, прочитал статью, где таким образом наблюдали за сплайсингом. 25 участков связывания одного белка оболочки были внедрены в энтрон и 25 участков связывания другого белка оболочки в X-зон одного и того же гена, ну и, соответственно, использовались два разных гибрида с разными флуоресцентными белками, вы можете прям напрямую видеть, как сказать, колокализацию этих двух точечек, пока сплайсинг не прошел, а потом, когда энтрон вырезался, эти точки расходятся. И вы можете в режиме реального времени наблюдать, как быстро вырезается энтрон. Ну, в общем, тут уже все ограничено только вашей фантазией. Да, значит, использование такого сэндвича, оно все-таки немножко замысловато. Вам две конструкции нужно делать, кроме того, есть вот проблема, такая, как окрашивание гибридного белка не зависит от наличия РНК. Вот. Есть другой класс систем. Вы можете использовать не участок связывания белка, а оптомер. Ну, что такое оптомер, не знаю, вы знаете или не знаете, это, да, последовательность РНК, полученная в результате инвитроэволюции, которая связывает какой-то конкретный легант. Вот. И в качестве леганта может использоваться некий флюорофор. И вот были отобраны оптомеры на специфические флюорофоры, которые мало того, что этот оптомер связывают, но еще и начинают флюоресцировать, когда они связаны с оптомером. И получается, что вы можете, не надо вам два гибрида делать, вы можете просто внести в РНК, который вы изучаете, значит, этот оптомер, добавить низкомолекулярный флюорофор, и он будет светиться там, где найдет свою РНК-мишень. Таким образом, вы можете изучить локализацию РНК, плюс к этому в качестве бонуса, используя иммобилизованный флюорофор, вы можете получить систему афинного выделения, изучаемый вами РНК, и, значит, всего, что на нее налипло. Но это один подход, и второй, это как бы подход с сходный чем-то с иммуногистой химией, потому что он тоже, значит, предполагает, что клетки должны быть убиты и фиксированы, и пермиобилизованы. Это, собственно, фиш. Флюорецентная ин-ситу гибридизация. Очень такой, как это сказать, прямолинейный подход. Вы можете, значит, во-первых, фиксировать клетки, естественно, донатурировать немного РНК формамидом, да, при таком умеренном нагревании, синтезировать зонд, то есть олигонуклеотид, комплементарный изучаемый вами РНК. Значит, получить зонд можно разными способами, от того, чтобы просто его заказать, чтобы его синтезировали химически, до ПЦР и до инвитро транскрипции. В принципе, хорошо, ну, опять же, это некая вкусовщина, там в каждой лаборатории есть свои традиции, вот, ну, мне лично нравятся зонды, полученные с помощью транскрипции, то есть РНК-зонды, куда внесены флюорофоры. Вот. Ну, опять же, это дело вкуса. Вот, значит, вы получаете зонд такой с флюорофорами, ну, на данной картинке, кстати, проиллюстрирован еще другой метод, где внесены просто группы, которые узнаются специфическими антителами. Ну, допустим, давайте, значит, что это все-таки флюорофоры, и вы можете тогда добавлять эти флюоресцентные зонды к пермиобилизованным клеткам, проводить гибридизацию и увидеть, значит, где зонд гибридизовался с целевой РНК. И увидеть это, значит, опять же, с помощью флюоресцентного микроскопа. Хорошо. Значит, наверное, на этом на сегодня все, да? флюоресцентного микроскопа.